Магнитогорск 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 Семь побед Из них шесть раз он побеждал досрочно И лишь один раз побеждал по очкам Но еще хотелось бы добавить 27 лет этому бойцу и такой достаточно высокий рост для этой весовой категории Метр восемьдесят пять сантиметров заявлено у Магомеда Магомедова Да, совершенно верно Из шести досрочных побед 6 побед приемами соответственно хорош партере хороший дапа видимо длинные рычаги хорошие все чувствует этот боец партере профессионал с ноября 2011 года в дебюте он нас задушил задушил в кавычках выиграл душающим прием гильотина у марата илаева следующий бой провел в июне 2013 года магомед магомедов и победил сергея пандаренко также удушающим приемом а такой достаточно не очень 1 2 боя проводит магомед магомеда в год вот в принципе хорошая счета качественно видимо он подготовиться к этим поединкам до в прошлом году провел два боя и первый бой в этом году для магомеда магомедова посмотрим удастся ли ему остаться непобежденным лишь один раз прошел всю дистанцию магомед магомедов дистанцию в три раунда когда победил айрата шангараева на турнире wcsa комбат лик так магомед магомедов уже в клетке ждем его соперника ну а сейчас спортсмен из екатеринбурга артур караваев промо ролик которого мы с вами посмотрели перед поединком под песню ставшую известной благодаря александру поветки но наверное песня на выход александра поветкина под эту же самую песню решил а выйти в клетку и артур караваев вот он на ваших экранах 25 лет артуру рост 183 сантиметра есть у него группа поддержки без сомнения он сегодня выступает перед родной публикой перед родными болельщиками перед близкими друзьями 4 победы 4 поражения послужной список артура караваева является он профессионалом с марта 2014 года тогда правда в дебюте он проиграл проиграл по очкам назиру кадышеву назиру назиру кадишеву но затем одержал победу во втором поединке также это было в 2014 году да и так по очкам одержал он тогда победу так у начал чередовать победы с поражениями но нужно отметить что участвовал он на в гран-при микс фейс тэг крэп в декабре 2016 года и тогда выиграл у дурдебеке бахити хана причем выиграл досрочно в первом раунде но финале восьмерки проиграл кемрану опасову который взял поиск чемпиона микс фейс был в среднем весе так же участник трижды участвовал артур караваев турнира промоушена fight nights но в частности на турнире fight nights он проиграл рамиду мустапаеву а ему 27 лет рост 185 сантиметров без на взвешивание 76 килограмм 300 грамм профессиональный рекорд 7 поев 7 побед 6 до срочно не знающий поражение Магомед Магомедов! Его соперник в простом углу, боясь из города Екатеринбург. Ему 25 лет, рост 181 сантиметр, вес 77 килограмм, 200 грамм, профессиональный рекорд, 8 боев, 4 победы, 2 досрочно, 4 поражения. Представляющий Бахцовский клуб Архангел Михаил, Артур Караваев! Рефери, Ян Боборник, Чехия. Пойтите, ребята, вы знаете правила, пожалуйста, принимайте все свои правила, следите за мою структуру и защитите себя все свои правила, особенно если вы в проблеме. Бойцы, покажите честный бой, тачклаус и возвращайтесь к окону. Будьте счастливы в борьбе! Рефери в ринге Ян Боборник дает заключительные наставления бойцам. Ну, тут все традиционно, ничего не меняется. Артур Караваев, Магомед Магомедов. Формально это бой Проспекта и Джорнимана, но уровень оппозиции у Артура Караваева, конечно, выше. К тому же он участвовал, три раза участвовал на турнирах Fight Nights, например, а это достаточно серьезный уровень. Ну и как мы знаем, что у многих бойцов ММА не очень важно, насколько, сколько раз ты проигрывал, важно с кем ты сражался. Именно так. Бойцы работают в разносторонних стойках, в стойке левши начинает этот поединок Магомед Магомедов и в стойке правши Артур Караваев. Такая идет пока разведка, очень большое количество финтов выдергивает каждый друг друга на себя. Очень опасный прямой с дальней руки сейчас нанес Магомедов. Попал. Причем. Хорошо пошел вперед Магомедов, но пропустил удар навстречу и у нас клинч. Попытка перевода в партер. Не хочет Магомед Магомедов в партер. Ну как мы говорили, что из своих 7 поединков 6 досрочно закончил Магомед Магомедов и 6 из них приемами. Стало быть, хорошо чувствует себя этот боец в партере. Вот у нас борьба в стойке у сетки. Клинч, ни один из бойцов не планирует уступать и Магомед Магомедову удается. Подсечкой нет, но поднимается Артур Караваев. Колени в клинче. И попадает хорошо сейчас в догонку Артур Караваев. Жесткий лоу-кик от Караваевы. Тут же другой, но еще один. А вот теперь перевод в партер со стороны Магомеда Магомедова. Удастся ли пройти гард Магомедова? Вот вопрос. Вот упереться на ногах рекомендует угловые Магомеду, что в принципе сейчас он и старается сделать. Действительно нужно подтащить соперника к сетке. Но Артур Караваев это тоже прекрасно понимает и совершенно не хочет туда. Была попытка войти туда с ударом у Магомеда Магомедова, но поменялась ситуация. Забирает спину Магомед Магомедов. Есть варианты здесь. Будет ли, будет ли выходить он на удушающий. И так достаточно постепенно заправляет ноги Магомед Магомедов для того, чтобы растянуть Артура Караваева за счет ног. Вытащить руки и бить. Побить, побить призывают секунданты Магомеда. Иначе просто из такой позиции могут поднять в стойку. А позиция для Магомеда Магомедова очень хорошая. Здесь есть варианты. Полтары минуты еще остаются до конца первого стартового раунда. Ну вот да, нужно побить Магомедову Магомедову. Побить, отвлечь внимание соперника. И затем попытаться задушить. Давай, 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 давай. Засовывай руки постоянно. Засовывай руки, бей за столом. Давай, давай, давай. Так. Давай, 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 давай. Хорошо, хорошо. Пытается, пытается все-таки заправить туда руки Магомед. Заканчивается последняя минута первого раунда. Но еще есть, еще есть очень много времени. Ну, хорошо сейчас защищается пока Артур Караваев. Удается ему. И вот сейчас посмотрим, сможет ли он сбросить себя с соперника. Там вцепился Магомед Магомедов, но не работает. Нужно бить или провести четкий захват. Слышим, подсказывают, подсказывают, подсказывают из угла Магомеду, чтобы больше проявлял активность. Он в данный момент, в противном случае, бойцов могут поднять в стойку. Давай, 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 давай. И мы видим, что выбирается. Под концовку раунда. И вот так вот заканчивается второй раунд. Ждем третий. Ждем судейское решение, конечно же. После третьего раунда. После второго, по-моему, если мне не изменяет память, то два раунда по пять минут формула этого поединка. Мы видим, сейчас бойцы разошлись на перерыв после первого раунда. Мы видим, подсказывает, а это известный тренер и также боец Венер Галиев. Венер Галиев. Боец, который не так давно также выступал на этой арене и был его соперником очень опасный бразилец. Да, Диего Брандан. И тогда Галиев Венер, к сожалению, для себя проиграл. Был это на турнире Fight Night в том числе. А кто знает, может быть, когда-нибудь мы увидим битву промоушенов, например, Fight Night против RCC. Почему нет? У нас второй заключительный раунд. Снова он начинается в стойке. Идет вперед Магомед Магомедов. Но пропустил, мне показалось, неприятный для себя удар такой. Ну и сам успел донести с другой стороны. Да, несколько ударов и сам выбросил, попал. Опасно, да, таким джебом попал Караваев. Тут же добавил ногу и у нас клинч. Там была попытка провести тейкдаун со стороны Магомедова. А теперь ответ Караваева. И оказывается он сейчас сверху. И в маунте, я бы сказал. Да, почти. Да, практически в маунте. Вяжет, мы видим, вяжет Магомедов. Ну и теперь Артуру нужно работать активно. Выпрямлять спину нужно Артуру и бить, бить, работать. Так мы видим, правой рукой короткими ударами наносит удары Артур Караваев. Сейчас он сменил позицию на сайт-контроль. Хорошие локти, жесткие от Караваева. Рефери призывает к активности бойцов. Мы видим, Караваев спину пока не выпрямляет, но тем не менее. Контролирует ситуацию и очень неплохо действует. Не давая ничего сделать Магомеду Магомедову. Три минуты с лишним до конца раунда. Продолжает работать в партере сверху Артур Караваев. Причем мы видим, короткий удар справа наносит Караваев по голове своего соперника. И тут же вставляет левый локоть, пытается плюс подключить еще колено. Старается разнообразно действовать и бить по всем направлениям. Практически перестал защищаться Магомед Магомедов. Чуть-чуть больше двух минут остается до конца поединка. Да, до конца поединка абсолютно верно. Пока, наверное, в таком достаточно удобной для себя ситуации находится Артур Караваев. Ну, а Магомеду Магомедову нужно что-то как-то менять. Мы видим, продолжает накапливать тоннаж пропущенных ударов Магомед Магомедов. Реферик, в свою очередь, призывает соперников больше-больше наносить ударов. Минута с лишним. Продолжает, продолжает работать, находясь в партере сверху Артур Караваев. Ничего не дает сделать Магомеду Магомедову. Для него это удобная ситуация. Он находится в выгодной для себя ситуации, наносит удары. Пытается огрызаться коленями Магомед Магомедов, но... Я думаю, что, скорее всего, Артур Караваев не отпустит. Но еще минута пошла заключительная этого поединка. Левую ногу на него! Левую ногу на него! Давай, давай, давай! Итак, хорошая ситуация. Пытается отключить руку. Продолжает работать Караваев. Контроль, контроль, подсказывают из угловые Артура Караваева. Другое дело, что хотелось бы какой-то яркости в его атакующих действиях. Но, возможно, принял решение так рационально довести поединок. До конца, да. Последние секунды поединка. Финальная сирена. Дождемся судейского решения, дорогие друзья. Малин сядь, говорят. Саусть сядь, говорят. Это вообще его так, его раскатрал. Малин сядь, говорю. Вот что, не хватило этого партера. Ах! Все хорошо. Без поражения не бывает в обед. Иншалла вернусь сильнее. Уважаемые дамы и господа, в этом поединке победу единогласным решением судей одержал Артур. Ну что ж, поздравляем Артура Караваева с победой. Улучшает он свой послужной список. Теперь пять выигрышей на его счету. И наносит он первое поражение Магомеду Магомедову, которому мы выражаем также уважение. Огромное уважение, без сомнения, обоим, конечно же, бойцам. И ждем следующий поединок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова